В России все любят своего президента, и в России все за любимую, за хорошую Россию. У нас нет оппозиции. В России нет реальной оппозиции. Есть, конечно, либерал-демократы, есть коммунисты, но это настолько все слабо и несерьезно. Эти же самые люди, которые называются оппозицией, кормятся из этих же кормушек, из общего стола, от газа, нефти. Оппозиция есть, была и всегда будет, потому что если есть да, значит есть нет. Точно так же будет по этому принципу существовать оппозиция, которая всегда, вне зависимости от каких-то решений, будет иметь альтернативную точку зрения. Власть прилагает все усилия, чтобы ее не было, то неудивительно, что, конечно, ее и нет. В Российской Федерации оппозиции отсутствует как таковая, как институт вообще. То, что мы видим с вами в парламенте, это лишь камуфляж, это попытка пристроиться в кельваторе общемировых тенденций. Знаете, должны быть партии, должна быть демократия. Ничего этого в России нет. Парламент абсолютно безлик и несостоятелен, и не может принимать самостоятельных решений. Приватизированному государству, вот со зажившемуся, который все себе взобрал себе в руки, самому было приватизировано, да, ему ничего не противостоит. Сейчас государство во главе с ныне правящей группой, это безумный водитель, который вот крутит рулем, несется в стенку. Если бы не было такого вот противодействия, конечно, возникли бы какие-то оппозиционные силы, они бы могли предлагать разные, возможно, разумные, возможно, неразумные предложения, но почему-то вот власть считает, что никакой оппозиции не нужно. И вот этому государству без оппозиции ничто не мешает. В этом и заключается самый большой страх.